Смотрите, как устроена вот эта табличечка, которую я сделал. Я для себя ее делал. Смотрите, я вношу себя вот сюда, текущий возраст. Когда я вносил, мне было 45 лет. Давайте сейчас вот прямо на примере посчитаем, сколько же лет нужно для того, чтобы у вас появился пассивный доход в 100 тысяч рублей. Ну или другой. Давайте, напишите сейчас, пожалуйста, в чате, ну какой возраст сюда вбить. Так, 25, 37, 50, 34, 36, 46, 40, 32, 26, 45. Так, блин, какой же вписать-то, а? Смотрите, вы сможете получить эту табличку. Я вам открою секрет в конце этого видео. Но давайте сейчас вот средний возраст, мне кажется, здесь 40 лет. Давайте напишем 40. У меня было 45, не доводите до этого срока. То есть я вот на старости лет понял, и я понял, что мне надо очень-очень резко накапливать капитал. О как! Так, Владимир, с 1 октября неквалифицированным инвестором перекроют кислород. Какой смысл вашей курсы? Кто вам сказал, что кислород перекроют? Кислород перекроют для сложных продуктов. А вот там есть масса возможностей для тех, кто хочет инвестировать. И совершенно точно вы сможете покупать акции, ну вот, любые на московской бирже. Никто вам кислород не перекроет, не надо здесь сеять панику. Итак, мы вписываем сюда 40 лет. Теперь смотрите, сколько мы добавим, сколько денег мы первоначальный взнос внесем. У меня здесь стоит 100 тысяч. Давайте варианты там 50 тысяч, 30 тысяч, полмиллиона. Какую сумму мы здесь поставим? 500, 100, 100, 200, ага. Ну, вы знаете, мне кажется, 100 тысяч нормально. Нормально, да, хорошо, окей. Теперь смотрите, вот здесь вот в этой колоночке у меня стоит следующее. Мы в месяц вкладываем по 5 тысяч. 5 умножим на 12, получается 60 тысяч в год. Сколько мы можем откладывать в год? Давайте поставим. Давайте так, значит, смотрите, я оставлю 60 тысяч, и сейчас мы посмотрим, как будет это меняться. Смотрите, вот здесь вот есть ячейки на белом фоне, есть ячейки на желтом фоне. На желтом фоне ячейки менять не надо, это цифры. Вот, и смотрите, что получается. Смотрите, вот здесь годы. Один, то есть проходит сколько-то лет, и вот наш возраст. И мы вкладываем. Доходность у нас получается. Я поставил здесь доходность первый месяц, например, 18% первый год. Следующий год 40%. Такая доходность реально была. То есть это уже прошел год у меня. Потом 30%, потом, а потом, а потом субскотом, потом еще не было. Поэтому здесь 18% годовых доходность. Почему такая доходность? Потому что, когда у нас маленькие деньги, мы вкладываем в более рискованные вещи, и мы получаем более высокую доходность. Вот. Если опцион не перекроют, вот опционы лучше бы и перекрыли, на самом деле, потому что риски огромные. Там не квалом вообще делать нечего, но на срочном рынке, конечно, квала заработать очень легко. Но доходность S&P 500 11%. Это за сколько лет? За прошлый год доходность S&P 500 составила там в районе 30%. Вот. Поэтому вот прямо можно написать 30%. Это вот за прошлый год считайте. 30% доходность S&P 500. И управляющие компании тоже дали 34-35%. Я проверял вот буквально вчера. Управляющие компании от открытия брокер, про которые у меня есть последнее видео. Смотрите. Вот у нас здесь 100 тысяч вложено. Доход 18% годовых, 18 тысяч. И мы докладываем еще 60 тысяч, всего 178 тысяч. К концу следующего года. Вот этот доход, если разделить в месяц, то полторы тысячи рублей в месяц уже дает доходность. То есть 100 тысяч дает 18 за год годовых, которые мы внесли первоначально. И они дают нам в месяц полторы тысячи. Мы вкладываем еще 60 тысяч. И у нас уже сумма 178 тысяч. Мы добавляем еще 60 тысяч, вот эту сумму. Получается доход вот от этой суммы, вот эти проценты, 71 тысяча. И это составляет уже 5 тысяч, это уже 6 тысяч рублей в месяц. Это уже буквально на третий год у нас такая доходность. Понимаете? Что мы делаем дальше? Мы вкладываем, продолжаем дальше. 18% у нас всего количество денег растет. Посмотрите. Было 100 тысяч, потом 178 тысяч, потом 309 тысяч, 461 тысяч. Они потихонечку растут, вроде бы незаметно, но они растут. И доходность в месяц наша тоже растет. Посмотрите, уже 15 тысяч. Потом уже через 10 лет у нас уже 30 тысяч в месяц. И если наступит кирдык, то у нас к пенсии, например, уже 30 тысяч в месяц, если мы накопили всего 2 миллиона 600 тысяч. Понимаете? Я когда посмотрел, блин, ну этим надо заниматься. То есть даже если я не накоплю там на 100 тысяч в месяц, то в принципе у меня будет нормально. И вот я тут начинаю, начинаю. Потом раз, уже с какого-то момента я говорю, а можно уже и поменьше откладывать. Уже не по 5 тысяч в месяц, а по 2 500. Ну, можно уже немножечко тормозить. Вот эти вот цифры можно менять. Я могу вот здесь вот там продолжить, например. Вот если я могу, я, например, вот здесь могу написать там 120 тысяч, да? Потому что, ну, у меня там благосостояние улучшилось. Да, пожалуйста, вот вы все можете эту табличку как бы сделать. И что я хочу сказать. У меня получилось, что всего-то там за через 15 лет, вот, да? Ну, у меня были цифры 60 тысяч. Через 15 лет у меня получается, я ставил цель 50 тысяч в месяц. Вот там через 15 лет, пожалуйста, вот они 50 тысяч в месяц. Но я еще вполне в состоянии работать. Я уже могу не вкладывать. Я уже вот там 30 тысяч положил, там лениво так и все. А денежки уже растут сами. То есть в чистейшем виде пассивный доход, понимаете? И они растут сами. И вот оно уже на 17, когда мне 57, то есть вот 40 лет было, да? Когда вам будет 57, у вас уже пассивный доход переваливает в 50 тысяч, в 100 тысяч рублей в месяц. И с этого момента уже можно не вкладывать деньги, а уже забирать. И я решил, что можно забирать. Смотрите, вот она сумма стоит. Вот здесь сумма стоит, доход в месяц, половину из этих денег, которые мы зарабатываем в месяц, мы можем зарабатывать. То есть мы половину из этих денег, 50 тысяч забираем, и у нас наши денежки еще и растут. Понимаете? Вот в чем дело. И что я хочу сказать. Вот эта табличка, она мне открыла глаза, и я понял, что... Вы знаете, две вещи я понял. Что, во-первых, накопить деньги для того, чтобы получать доход в 100 тысяч рублей, можно, нетрудно. Это надо просто упорно делать инвестиции. Инвестиции делать, инвестировать постоянно и просто вот регулярно, регулярно. И вторая вещь, которую я понял, что очень сильно зависит вот от этого начального капитала. Тут кто-то просил 300 тысяч поставить. Давайте поставим 300 тысяч. Смотрите, вот сейчас у нас сумма накапливается через 17 лет. И ставим 300 тысяч рублей. Вот она. Смотрите, у нас 100 тысяч появляется уже через 15 лет, на 2 года. То есть, смотрите, мы вложили всего на 200 тысяч больше, и мы сэкономили 2 года жизни, понимаете? 2 года жизни. Через 2 года, на 2 года раньше мы получаем 100 тысяч в месяц, вложив всего 200 тысяч. Это вообще, это просто математика, это сложные проценты. Вот они графики, как растут деньги. Посмотрите, вначале они растут медленно, 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 до миллиона. А потом труднее всего заработать первые миллионы, а вторые, значит, там, третий, четвертый, они даются уже намного легче. Но, что делают люди, что делал я? Я, когда накапливал 100 тысяч, я говорил, что все, значит, можно тратить совершенно спокойно и на этом жить. Вот, что я хочу сказать. Теперь смотрите. Что стоила мне эта табличка? Да ничего, я как математика, я просто сел и составил эту табличку, больше ничего. И оказалось, что вот эта табличка, она сдвинула вообще все мое мировоззрение полностью, вот напрочь. То есть вот эта вот фигня оказалась настолько ценной, что она позволила мне, вот у меня было на счете, например, 100 тысяч, а сейчас у меня на счетах 2 миллиона. То есть в 20 раз увеличить сумму того, что у меня есть, понимаете? Просто понимание вот этого, то есть понимаете ценность вот этой таблички, вы понимаете? И что я сделал? Я хочу вот просто вот убедить вас, что этим надо заниматься, понимаете? И я убеждаю людей, что этим надо заниматься. И я говорю, люди, вот она табличка, возьмите ее себе, вот она ценность. И начните инвестировать, начните зарабатывать деньги. И у вас все будет. Поставьте вот эту цель, вы ее обязательно достигнете, если будете идти к ней постоянно, если будете идти к ней планомерно, если будете спокойно откладывать в месяц и хорошо инвестировать. Поэтому, смотрите, какова ценность этой таблички? Ну, всего-то, казалось бы, там, ну, какие-то вот ничего. То есть я затратил на нее, сколько там, ну, я долго об этом думал, потом, значит, составлял табличку, ну, сколько там, ну, часа 4 там может быть, да? Потом я ее до ума довел, ну, чтобы каждый мог воспользоваться. И я решил, что, люди, если вы хотите получить эту табличку, пожалуйста, значит, ну, сколько стоимость? Ну, там, какая-то разумная цена там, ну, 500 рублей, пожалуйста, вот, вы можете получить эту табличку за 500 рублей. Но, прямо сейчас, если вы, вот сейчас ссылочка появится в чате, если вы захотите эту табличку, 200 рублей, прямо сейчас, ссылочка будет действовать недолго, опять же, значит, там, через какое-то время, и вы сможете оплатить ее за 200 рублей всего. Ну, что такое 200 рублей? Да ничего, на самом деле, просто это компенсирует как-то мои расходы. Более того, я хочу сказать, что если кому-то жалко там 200 рублей, там, скажем, вот, так сказать, ну, как-то вот посчитает, я вам скажу такую вещь, что, опять же, смотрите, не зря вы смотрите этот мастер-класс, ребята. Ой, не зря, потому что за ним пойдет второй мастер-класс, и самое главное, третий. И в третьем мастер-классе вы поймете, что эта табличка, она не просто так. Так, вы ее сейчас приобретете, да, вот, там, гроши, да, во-первых, она позволит вам просто вот сесть дома и посчитать, и посмотреть, это очень, ну, как бы, нетрудно, легко, и вы сможете это сделать, вот, прямо вот, ну, повторив все мои расчеты, вот эти вот, под какие доходы вы будете, значит, вкладывать и так далее, и это позволит вам, ну, увеличить так же капитал, как и в свое время начал я, там, с 50 тысяч до... Да у меня вообще были 2 миллиона, на самом деле, когда я начинал долгов. Ну, они были не совсем мои долги, это долги фирмы, но, как я был директор этой фирмы, то и фирма была моя, мне пришлось отдать эти долги. Сейчас у меня 2 миллиона уже недолгов инвестиций, то есть, понимаете, да, от минус 2 приобрету. Шикарно, кто-нибудь еще напишите. Я вас уверяю, что это огромная ценность, я просто вот это понял, что это действительно огромная ценность. Вы получите табличку, там, ну, это будет ссылка для скачивания с Google Диска, и вы сможете ее скачать там несколько раз. Мне не жалко, то есть, вопрос не в этих 200 рублях, на самом деле, вопрос в той ценности, которую я вам дам. И я возьму 2, ну, с удовольствием. Вот. Ну, правда, не пожалеете. Ну, на самом деле, это же копейки. Вот. Просто вот возьмите и посчитайте, вот что я хочу сказать, вот что важно. Теперь дальше, значит, смотрите. Есть такая штука. Вот взяли вот табличку эту, да, вы посчитали. Теоретически вообще все красиво. Все вообще шикарно. Надо вкладывать. Мы приняли с вами это решение. Куда надо вкладывать? Смотрите, какие доходности. 18, 40, 30 процентов. А куда же мы будем вкладывать с вами? А куда мы с вами будем вкладывать эти денежки? Сейчас я переключусь немножечко. И вот оно. Так, секундочку. Сейчас я сдвину этого Юрика безумного вот сюда. Вот так. Посмотрите, сколько акций могут дать. Какую доходность могут дать акции? Посмотрите. Это вот кто-то говорит, покажи свой портфель, покажи свой портфель. Вот он мой портфель. Это, ну, не весь портфель, это, так сказать, только один счет брокерский. Но посмотрите, какая доходность получается. Сейчас я переключусь вот сюда. Какая доходность? Транснефть. Я ее купил совсем недавно. Когда ее купил? Да буквально летом уже купил. Так, это автокол, то есть, про который я рассказывал. Автоколы сейчас доступны только квалифицированным, поэтому не буду касаться. Вот, что у меня? Транснефть. Смотрите, вот эта доля, это всего одна акция. Всего одна акция, которая принесла мне за все время 15%. Вы знаете, она принесла больше. Дело в том, что я получил за нее еще дивиденды недавно, в районе 9 тысяч рублей. Понимаете? То есть, она принесла мне 21 тысячу и плюс 9 тысяч. То есть, 30 тысяч она мне принесла, то есть, больше намного, понимаете? Вот, вот такая доходность. То есть, кто говорил, что 15% это недоходность? 15%, вот она, за счет курсовой стоимости, плюс еще примерно 5% за счет дивидендов. Нормально. РУС-28, это вообще классика. Это облигация. Эта облигация, она у меня всего одна. Вот она. Но она особенная, это облигация валютная. И она вообще чудесная. Конечно, я о ней рассказывал, сейчас не буду касаться. Вот здесь вот у меня БО, ИО, ПО. Ну, короче говоря, это по его инвестиционный фонд, банка открытия. Я об этом тоже рассказывал. Здесь написано, что он убыточный. А, вернее, нет, это структурный продукт. Это структурный продукт. Здесь написано, что он мне принес убытки. Это не так. Это структурный продукт с защитой капитала. Он не может принести убытки. Это просто текущая стоимость. На самом деле, это структурный продукт, который через 3 года, он либо, я верну все свои деньги, либо он вырастет на 180% от соответствующего базового актива. Я об этом тоже рассказывал, сейчас я не буду касаться этого. Смотрите, самая большая моя боль, это Акадия Фармацевтиклс, минус 24% в валюте. Вот есть убытки, да. Есть Финнекс золото, минус 729. Что такое Финнекс золото? Золото. Это инвестиции, это мои инвестиции в золото. Золото сейчас падает, вот упало. Вот такие инвестиции. Тиньков Групп, плюс 332%, больше чем в 3 раза вырос. Это мой банковский сектор. Все вкладывают в Сбербанк, в банковский сектор, кто-то вкладывает ВТБ. У меня банковский сектор представлен Тиньковым. И, как видите, я не пожалел ни разу. За полтора года где-то мне акция принесла, в 3 раза она выросла. ГМК Норникель. Ну, после того, как вот эти аварии и скандалы, она просела немножечко, сейчас плюс 7,33%. Но, нет, это не так. Это совсем не так. Не-не-не, ребята, я ее купил, у меня две акции. Я купил сначала одну акцию за 16 тысяч, вторую за 23 тысячи уже, поэтому это вот со второй акции уже считается проценты. Там в районе 100 тысяч, 100 процентов. АФК Система, 91%. Тата Моторс, это тоже песня, 250% за полтора года где-то. Так, ну, Экс Эликсис, так, хорошо, фармацевтическая компания убыточная. Полюс Золото, 79%. Открытие всепогодные. Ну, тут в рублях. Это по его инвестиционный фонд, это консервативная инвестиция. Так, вот тут пишут, как вы относитесь к золотодобытчикам, верите ли вы в дальнейший рост? Я поглядываю в чат и видел тут дискуссию о том, что, значит, доллар скоро обесценится и так далее. Вы знаете, доллар действительно может обесцениться в любой момент, и в этот момент взлетят акции золотодобытчиков. Я их держу. Вот так. Скукотища. Мне просто приятно, конечно, потому что это мои денежки, не ваши. Ну, вот, ну, напишите, может не стоит. Ну, вот, посмотрите, вот, вот такие акции, и они дают 84%, 219%, 55%. Ну, растут они, ребята, растут. Ну, это сейчас у меня тут опционы, так сказать, я тут занимаюсь и торговлей в том числе. Какие акции отобрать? Ну, я об этом рассказываю на своем канале, я пытаюсь помочь людям. Люди, вот смотрите, вот вы купили у меня табличку биржи для чайников, грубо говоря, вы спрашиваете у меня, куда инвестировать. Да вот куда, пожалуйста, инвестируйте. Они говорят, а мы не знаем, как инвестировать, как покупать, какие-то эти графики, как в них разобраться. Пожалуйста, ребята, вы очень легко разберетесь. Биржа для чайников. Люди говорят там, а если я куплю, акции упадут. Вот, они точно упадут сразу после того, как вы их купите. И смотрите, как я купил эти Тинькофф Группу. Я проанализировал, я понял, что этот банк, у него есть огромный потенциал роста. И вы видите, что я не ошибся. Тата Моторс, я тоже смотрел. Как выбирать эти акции, как их покупать, где их искать. Биржа для чайников, пожалуйста, смотрите. Всего-то гроши какие-то 7,5 тысяч рублей. А если прямо сейчас, то 5 тысяч рублей. И все. И вы получаете полнейшую информацию. Вы в этом разбираетесь. Вы посмотрите эти занятия. То есть, я их проводил 3 раза в неделю в течение полутора месяцев. Вы можете это пройти быстрее. Вы можете пройти медленнее. Вы можете смотреть. Это в любое удобное для вас время. Сколько угодно раз. Потому что люди, которые смотрели, тут спрашивают, когда фиксировать прибыль будете. Скажу сейчас. Люди, которые смотрели, купили курс биржи для чайника, они мне благодарны бесконечно. И говорят, ну, пересматривал уже 3 раза многие говорят. Понимаете? Ну, я смотрю по просмотрам. То есть, где-то, ну, около тысячи человек прошло через этот курс. И люди благодарны. Люди пересматривают его и так далее. Люди общаются. И что я еще хочу сказать. Что для тех, кто покупает у меня вот курс биржи для чайников. Ребята, я стараюсь максимально помочь. У нас есть чат для тех, кто только купил этот курс. Для того, чтобы, ну, задавать вопросы по ходу курса. Чтобы вы не остались без поддержки. Вы задаете вопросы, мы вам отвечаем. Если у вас какие-то сложности возникают в процессе вот инвестирования. Ну, естественно, если вы приобрели у меня курс, то, конечно же, я стараюсь помочь. Я вижу, что человек запутался. То есть, я включаюсь прямо вот, ну, буквально, то есть, регулярно я включаюсь. Просто скидываю ссылку через Zoom. И мы смотрим уже конкретный портфель человека. И как выйти из этой ситуации. Потому что там, ну, масса бывают ошибок. Человек, кто что-то невнимательно купил, там, ошибся с лотом. Лот вместо одного лота купил 10 лотов и так далее. То есть, ошибок масса. Я прошел через все эти ошибки. И я их знаю. Ну, просто, когда вижу, что человек начинает терять деньги. Я подключаюсь через Zoom и помогаю этому человеку. Ну, бывали такие случаи, курьезные. Смотрите. Покупают люди вот курс биржи для чайников, да. И они смотрят. Вот, ну, я рассказываю, ребята, на курсе биржи для чайников, говорю, начинайте с облигаций, начинайте пробовать, ставить просто элементарно заявки в стакан. Потому что, ну, вместо покупки часто ставят продажу. Ну, элементарная такая вот ошибка. Ну, да, да, да. Вот по кнопке рынок обрушен, да. То есть, вместо одного лота 10 купил. Или там цена за ноль поставил, продал за ноль. Ну, то есть, скупил весь стакан или там продал. Ну, вот такие случаи бывают. Я на этом вот просто акцентирую, что я хочу сказать. Смотрите. Есть человек такой, значит, ну, вот, звонит мне дедушка из Анапы. И говорит, Юрий Алексеевич, я вот тут у вас купил, вот тут я что-то, значит, это самое, купил тут фьючерсы и что-то я как-то на нефть. А нефть в это время падала очень сильно. И он такой, что-то она у меня падает. Я такой, ну, падает, ну, что ж ты так купил-то, надо продавать быстрее. Он говорит, а я не знаю даже, как продать, вот, помоги мне. Вот, я говорю, да, как бы там, ну, дедушка, вот, вот, пень колоды, да. И он говорит, вот давай подключаемся. Подключаюсь к зуму, смотрю. Ребята, человек посмотрел пять уроков, вообще ничего не посмотрел, как ставить заявку, он не знает ничего. Он купил нефти на миллион рублей. И она падает. Я такой, что? Ну, вот так, тут я, тут я уже, там, 10% потерял, 15%, тут я вообще что-то, я не то сделал. Вы понимаете, вот такие курьезные случаи бывают. Понимаете? Да, вот Андрей, ну, с Андреем мы уже несколько раз общались, да, мы знакомы. Вот, то есть, понимаете, вот, ну, как не помочь дедушке, когда он, ну, вот, я говорю, слушай, ну, блин, ты смотрел или нет мой курс? Он говорит, а я решил просто тебе позвонить, а что смотреть, ты мне сейчас быстро объяснишь. Ну, вот тут уже, ну, ребята, ну, ну, имейте совесть, ну, посмотрите курс. Я ему сказал, блин, пока не посмотришь курс, больше не обращайся. Вот, но здесь я ему, конечно, помог закрыть. Я говорю, слушай, ни в коем случае, ну, блин, дедушка, за 60 лет, ну, какого хрена ты полез на фьючерсы, на нефть с своими двумя миллионами? Ну, не надо этого делать, ну, ребята, ну, если у вас 2 миллиона, вложите, смотрите, вкладывайте в фондовый рынок, сколько там из 2 миллионов, смотрите, 10% от 2 миллиона, это 200 тысяч. Вот 200 тысяч вы, пожалуйста, вкладывайте в срочный рынок, на 200 тысяч вы спекулируете, но, извините, 1 миллион 800 на фондовом рынке. Посмотрите, какие у меня еще раз структура портфеля. Автокол, транснефть, облигация, пиф, понимаете, то есть, вот, половина портфеля, это консервативные инвестиции, вот это, это акции, они тоже подобраны, они диверсифицированы, то есть, это надо сформировать. И только вот какая-то вот эта вот часть, это, я не знаю, какая часть тут, другие, вот, другие, это срочный рынок, это спекуляции, те самые, которыми я занимаюсь, здесь драйв, здесь интересно, да, но основные денежки, вот они, это структура портфеля. И если вы приобретаете вот эту вот биржу для чайников, то в чате я прямо вот вам, ну, расскажу, как сформировать, то есть, я помогу вам, покупайте. Ребят, становитесь богаче, становитесь богаче, инвестируйте. Вот что важно, и вот ко всему этому меня привела вот эта вот простейшая вот эта вот табличка, понимаете, стратегия накопления, вот ее ценность настоящая, вы понимаете? То есть, вот от этой таблички я пришел к таким инвестициям. Вот про биржу для чайников я уже сказал, там разделы какие есть, я рассказываю, первое, что я рассказываю, про облигации, на которых вы, в принципе, не сможете потерять деньги, но вы научитесь ставить эти гребаные заявки в стакан, вы научитесь покупать, вы сможете купил-продал, купил-продал, так сказать, ну, то есть, вообще ничего не можете потерять. Потом мы постепенно переходим от ОФЗ, на которых вообще ничего нельзя потерять, мы постепенно переходим к корпоративным облигациям, где я рассказываю про всякие оферты, технические дефолты, дефолты, значит, как считается доходность, почему не надо покупать облигации с доходностью 60% годовых, и если вы купили облигацию, то, скажем, 30% годовых, и доходность ее начинает расти, то вам уже пора бить тревогу, лучше от нее избавиться, потому что, когда доходность по облигации растет, это значит что? Это значит, что вы теряете денежки, на самом деле, а не находите вот эту вот вещь, ух ты, табличку взял, вау, спасибо, спасибо, Владимир Прианишников, вот, понимаете, дальше, что у нас в курсе биржи для чайников входит, а дальше, после корпоративных облигаций, я там рассказываю, это уже риски, корпоративные облигации бывают безрисковые, бывают с рисками, как определить риски, как вот, ну, это огромные, значит, там, ну, я этому посвятил там сколько-то, 6 часов только облигациям, понимаете, потому что очень важно, как они возникают, как они регистрируются, как их найти и так далее, дальше мы переходим к акциям, там еще больше информации, потому что, как дивиденды выплачиваются, что такое акции, как они фиксируются, как они регистрируются, что такое гэп дивиденды и так далее и тому подобное, что такое привилегированные акции, почему, ну, то есть, как акции могут рухнуть, почему они растут все время и так далее, и так далее, и так далее, очень много информации про акции, очень много про дивиденды, то есть, вы будете знать все про акции, То есть вы выходите и после этого курса вы понимаете, что такое акции. Потом вы, вот как получать опять же вот эти вот 18%. Да вот как, вот вы покупаете акции, те, которые нужно. И есть еще такая вещь, как точка входа, как определить точку входа. В какой момент купить эти акции? Технический анализ вам в помощь. Я рассказываю про технический анализ. Вы знаете все про технический анализ. И самое главное, что я могу сказать следующее. Я не даю вам рецептов, как вот быстро за месяц разбогатеть. Вот это не мое. И я рассказываю про различные стратегии. Кому-то нравится трейдинг вот с таким таймфреймом, кому-то с другим, кому-то с этим. Ребята, я делаю обзор тех вариантов, как можно инвестировать, как можно заниматься трейдингом. И я говорю, что у каждого свой стиль. Посмотрите на меня. Ну, я вот вроде такой солидный дядька, да? Но я же предприниматель. Я же рискованный чувак. Я люблю, когда там, значит, пули свистят, я иду в атаку. Понимаете? То есть я путешествую, когда там же... Ну, это же вообще на грани и за грани. У меня жена с ума сходит. Она говорит, блин, так нельзя. А мы едем, и все получается. Понимаете? То есть у меня склонность к риску такая, а у вас другая. Поэтому я не могу дать для каждого вот рецепт, который получится. Выбирайте сами. То есть я даю вам знания, а вы определяете свой стиль. Как вы инвестируете? Вы инвестируете надолго или нет? А я стараюсь рассказывать по максимуму. Я рассказываю об этом совершенно в открытом варианте на своем YouTube-канале. Но что можно рассказать на YouTube-канале? Если я буду рассказывать про эти вот технические детали, то это будет скукотища жуткая. Поэтому я популярно рассказываю что-то, как рассказать, как вам показать все это. Я стараюсь и вот таким образом. А уже детали вот технические там, как настраивать график, куда смотреть, где, так сказать, настройки этого квика несчастного, почему их надо сохранять, и как его восстановить. Ну вот это вот я уже рассказываю в курсе биржи для чайников, потому что, ну, скукотища на самом деле. И много всего такого, ну, уже не такого популярного. Здесь нет такого драйва. Вот. Таким образом, значит, вот табличка, во-первых. А во-вторых, значит, мы с вами что посмотрели, как инвестировать в акции, как их покупать. Пройдя курс биржи для чайников, вы можете покупать акции. Но кому-то покажется, что акции тоже дают маленькую доходность. А можно ли получать доходность выше? Можно, ребята, можно получать доходность выше. Для этого существует срочный рынок. Но об этом я уже расскажу в следующий раз, потому что мы уже лимит времени исчерпали для сегодня. И остается только время для ответов на вопросы.